Мы ЮС, 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 Когда стою в твоей любви, веста, прочь уходить. Привет. Друзья, всем привет. Ежегодно на конференцию ЮС приезжают люди из разных стран и городов, потому что именно здесь они находят свой источник силы для того, чтобы восполнить все свои мечты после конференции. Молитва и поклонение — это то, что наполняет нас духовно, дает нам ответы на наши вопросы и просто помогает нам быть ближе к Богу. Именно поэтому второй наш влог пройдет в такой теме, как молиться. А почему мы собрались в гримерке прославления? Потому что где, как не здесь, можно прочувствовать вот эту атмосферу поклонения и молитвы? Что побуждает тебя приходить на молитву так рано в церковь? Ну, первое, что меня побуждает, это, прежде всего, встреча с Богом, потому что это, прежде всего, жертва. Одно дело, когда ты просто дома, а другое дело, когда ты жертвуешь своим временем, своим сном, деньгами, которые ты тратишь на метро, чтобы приехать сюда, соединиться с ребятами, которые с таким же желанием, отношением встретятся с Богом. Это вера в Бога, и я хочу получить хороший настрой на весь день. Потому что я хочу почувствовать Бога и действительно побыть в этом присутствии. Что молитва дает именно тебе? Ну, лично для меня это укрепление отношений с Богом, потому что, если у меня молитвы нету, я рассыпаюсь во всех сферах своей жизни, абсолютно во всех. Молитва, ну, это разговор с Богом. Я получаю откровение и ответы от Бога. А как утро хвалы, поклонения настраивает тебя на твой день? Меня всегда наполняет это Божье присутствие с утра. И я весь день хожу и думаю, я надеюсь, что со мной идет этот шлейф молитвы и Божьего присутствия. Из-за того, что ты помолилась утром Богу, день идет вообще легче, и настроение как-то лучше становится. Опиши молитву одним словом или одним предложением. Что вот это? Убежище. Молитва – это отношение с Богом. Бог. Разговор с Богом. Тысячи людей. Профессионализм команды и слаженная, как швейцарские часы, работа. Каждый год конференция проходит, как вам кажется, абсолютно идеально. Но только организаторы знают такие нюансы, о которых лучше не говорить. И пора положить этому конец. От лица всей команды прославления мы каемся, исповедуемся. Иногда мы нажимаем не те аккорды. Да, прощаем! Каждый год во время проповедей в зале присутствуют орущие дети. Каждый год мы не можем успеть сделать заранее влог. Потом мы не делаем на него картинку. Мы не можем выложить вовремя фотографии за весь день. Помогите, пожалуйста. Каждый год первый автобус на пасторские семинары уезжает в Дедовск. Каждый год во время каждого собрания мы показываем не те слова во время прославления. Каждый год мы не включаем вовремя микрофон спикеру. Во время пожертвований мы иногда на один ряд пускаем три ведра, а на другой ни одного. Авелёк, а Бог тебе сказал, что я буду твоей женой? Ну, честно говоря, нет. Но люди иногда говорят странные вещи. И я знаю одну историю, когда парень пришёл на конференцию без браслета. Как потом оказалось, ему Бог сказал его снять. Но это он так думает. Ого, бывает же. Ну, всё же здорово, что Бог даёт откровения людям. А давай узнаем, что Бог сказал участникам конференции сегодня. Всем привет! Сейчас мы походим, поспрашиваем у участника конференции, что им сказал Бог, когда они молились сегодня утром. Когда едешь из Ульяновска в Москву, нужно взять пять пар носков. Чистить зубки и ловиться спать. Вам нужен пакет. Андрей, иди кушать. Авель, что ты делаешь? Нам же надо влоги снимать. Лиза, ну ты чего? Не видела картинку про типы молитвы и поклонения? Ой, не знаю, где ты столько всего находишь. Давай лучше посмотрим, к какому типу относятся ребята на конференции. Шутки шутками, ребят, но на самом деле не столь важно, как ты поклоняешься, в какой позе ты молишься или как высоко ты поднимаешь свои руки. Важно лишь то, с каким сердцем ты это делаешь, насколько ты открыт и искренен перед Богом. Субтитры сделал DimaTorzok Три года назад я пошла в проект «Год для Бога» и приняла для себя решение использовать это время по максимуму. Поэтому я решила, что в течение года я буду молиться и поститься каждый понедельник и придерживалась своего решения. Тогда я еще не знала, будут ли от этого какие-то результаты, я просто хотела уделить это время общению с Богом. И в итоге, когда закончился проект, были разные периоды в моей жизни, были какие-то испытания, какие-то сложности, но решения, которые я приняла, эти молитвы и пост, они помогли мне оставаться в вере, доверять Богу. И это поддержало мои отношения с Богом настолько, что когда были какие-то сложные ситуации, я всегда ощущала, что Бог очень близко и что Он поддерживает меня. Порой вам может казаться, что те решения, которые вы принимаете в своей жизни, могут не принести какого-то плода, но это не так. Верьте, доверяйте Богу свою жизнь, и это обязательно принесет изменения в вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok